То, что происходит в Беларуси, вы знаете, это входит, к сожалению, в первый вопрос новостной международной повестки дня. Нас это не радует, но вы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и нас в том числе. Вот очередной повод нашли вопрос беженцев. Знаете, что не мы породили эту проблему, в том числе и не вы, бывшие постсоветские республики, но это используется как предлог для давления прежде всего на Беларусь. Мы, конечно, пока в разной степени подвержены этому давлению, я имею в виду присутствующих глав государств, республик, но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что уже и в ваше Министерство иностранных дел пошли визитеры из западных стран и Соединенных Штатов Америки, уговаривая вас подключиться к давлению на Республику Беларусь. Вы знаете, что введен пятый пакет санкций уже против Беларуси. Говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и неизвестно сколько будет это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственным настроем в Республике Беларусь. Вы видите, нам приходится противостоять всему этому, поэтому я прежде всего благодарю нашу Россию за поддержку в этом плане и всех глав государств, которые оказывают нам посильную поддержку. Но еще раз подчеркиваю, образно говоря, вас будут душить против Беларуси, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы, не отвлекаясь на все эти просьбы, были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь, Россию, Запад не ограничится. Но я думаю, при встрече очно мы сможем обсудить некоторые проблемы, и я смогу вас проинформировать о том, что происходит. Очевидно одно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы. Мы можем себя обеспечить всем необходимым.